Новая Каледония оказалась в осаде. Число погибших в результате беспорядков достигло шесть. Тихоокеанская территория Новая Каледония находится в осаде после нескольких дней беспорядков, в результате которых погибли шесть человек, заявила мэр ее столицы, Нумея, Соня Лагард, передает BBC. Лагард заявила, что многочисленные общественные здания на архипелаге были подожжены и что, несмотря на прибытие сотен полицейских подкреплений, ситуация далека от восстановления спокойствия. Французские жандармы начали крупную операцию по восстановлению контроля над 60-километровой дорогой между Нумея и аэропортом, сообщил министр внутренних дел Франции. Беспорядки начались на прошлой неделе после того, как законодатели в Париже проголосовали за изменения, которые позволят большему числу жителей Франции участвовать в местных выборах, что, по словам лидеров коренных народов, ослабит политическое влияние коренных жителей. На данный момент арестованы более 200 человек и около 1000 дополнительных офицеров были направлены в дополнение к 1700 сотрудникам, уже находящимся на территории. Власти объявили чрезвычайное положение, включающее комендантский час в ночное время, а также запрет на общественные собрания, продажу алкоголя и ношение оружия. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что часть выступающих за независимость сил в Новой Каледонии, которые причастны к беспорядкам, имеют связи с Азербайджаном. Министра спросили, играет ли какую-то роль в событиях в Новой Каледонии, заморской территории Франции, такие страны, как Россия, Китай и Азербайджан. Что касается Азербайджана, это не какая-то выдумка, это реальность. «Мне жаль, что часть пронезависимых сил в Каледонии имеют соглашение с Азербайджаном», – сказал Дарманин, отметив, что в этом нет сомнений. «Мне жаль, что часть пронезависимых сил в Каледонии»